Это моя семья. Это здесь самые мне близкие люди. Здесь мой папа, здесь моя мама, бабушка, тетя моя здесь. Но мы любили проводить время всегда вместе. Наша семья очень была дружная. И в один момент у нас произошло такое горе. Моя бабушка умерла от рака. У нее был рак желудка. Затем у меня умерла тетя. У нее тоже был рак пищевода. Потом умирает моя мама от рака груди. Я видела, как моя мама умирала. И у меня тогда вселился такой страх. Я стала бояться. Я бояться стала этой болезни. Все женщины в роду Гульнары умерли от рака за несколько коротких лет. Мысли о том, что она тоже умрет от этого страшного заболевания, начали посещать ее ежедневно. Внутри, в разуме, какой-то голос все время говорил, ты тоже умрешь от этой болезни, ты тоже будешь мучать. Смотри, как они умирают. Ты запоминай, как они умирают. Но я мучилась от этой мысли, от этого страха. 2009 год стал роковым в жизни Гульнары. То, чего так сильно боялась женщина, постигла ее. Когда я должна была кормить ребенка, и вместо молока, у меня вместо молока пошла кровь. В тот момент, когда я увидела кровь из груди, я сильно испугалась, и у меня покрыл такой холодный пот. Я сама обнаружила опухоль на груди. И у меня такой, сразу, знаете, вот такой был ужас. Гульнара срочно обращается в больницу, и врачи после тщательного обследования и проведения всех необходимых анализов выносят приговор. Рак молочной железы третьей стадии. Когда мне поставили этот диагноз, когда я это своими глазами прочитала, это такой ужас был. И я выбежала на улицу. Я выбежала в таком отчаянии. Я стала плакать, и я стала все вспоминать. И, знаете, в те моменты я вспомнила также свою маму. И все это перед глазами я начала представлять так же, что так же я буду умирать. В 2009 году Гульнаре делают первую операцию и удаляют опухоль. В 2011-м при очередном обследовании женщине назначают операцию по удалению лимфоузлов. Гульнара прошла шесть курсов химиотерапии, и с каждым следующим курсом ей становилось хуже и хуже. Наверное, так объяснить, как бы донести, это поймет тот человек, кто это испытал. Было это ужасное состояние. По прошествии двух лет рак с новой силой атаковал тело Гульнары. Возобновились все симптомы. И в подмышечной области, и в области ключицы, и возле груди врачи обнаружили опухоль. Я поняла, что рак меня никогда и не покидал. В один момент я просто замолилась сильно Богу, я сказала, Бог, пожалуйста, исцели меня, я не хочу умирать. У меня маленькие дети, мне их надо воспитывать, мне их надо поднимать на ноги. Бог, пожалуйста, исцели меня. Знакомая рассказала Гульнаре о служении апостола Владимира Мунтиана и посоветовала ей смотреть телеканал «Возрождение». И я когда слушала эти проповеди, и тогда пастор Владимир Мунтиан говорил, что есть такие болезни, которые передаются по роду. Что есть родовые проклятия, и что нужно их разрушать. Бог мне показал, что зло – это демоническое влияние, которое приходит на людей через двери, определенные двери, которые люди открывают. И когда в семейном древе были люди, которые открыли двери, демоны вошли. Вы знаете, существует такое понятие, когда целое поколение говорит, вот в нашей семье все больные на ноги. Или в нашей семье все слепые на глаза, слабые на глазах. А в нашей семье, говорят, у нас по роду все умирают вот конкретно в 49 лет. А в других говорят, послушайте, у нас такая проблема. Рак был и там, и там, и там. И все женщины умирают от рака. И в тот момент я вспомнила, что моя бабушка, моя прабабушка, и моя тетя, моя мама, они все умирали от рака. Я просто поняла, что это родовое проклятие, что родовое проклятие рака и преследует и меня. И потом я узнала, что в Киеве будет проходить колледж Гора Моисея. Я стала смотреть чудеса исцеления и стала смотреть свидетельства. Я увидела, как там люди радуются, как люди исцеляются, как люди освобождаются. И у меня появилась в тот момент такая огромная вера, что именно я на этом колледже, я исцелюсь, что Бог меня именно здесь, на этом колледже, меня исцелит. И это был мой последний шанс. И одолев около 3000 километров, Гульнара прилетела в Киев из Казахстана, чтобы попасть в колледж Гора Моисея и получить свое исцеление. И когда я приехала на этот колледж Гора Моисея, я сидела, и когда я видела, что люди исцеляются, освобождаются, у меня было такое внутричусство, как будто бы... Я все время, у меня было такое чувство вины, чувство осуждения. Я думала, да, Бог всех исцеляет, Бог всех освобождает, а только не меня. У меня такое ощущение было, что как будто бы Бог проходил мимо меня. Ну и в один день пастор Владимир Мунтян, он проповедовал и говорил, что вот эти твердения, которые у вас в разуме, они не дают просто принять Божие благословение, принять вот это освобождение, исцеление. Для того, чтобы нам быть счастливыми, нам надо знать. Нам надо не просто знать умом, но дойти до того, чтобы познать сердце. Любовь Бога Отца. Если бы сегодня Бог, Отец, оказался с тобой вдвоем, оказался с тобой вдвоем здесь, на земле, и кто-то из вас должен был бы умереть, я хочу тебе сказать, он бы умер вместо тебя. Он очень сильно тебя любит. Я прислушалась к каждому слову, что говорил пастор. И каждый день, и в моем как-то разуме разрушались твердыни, разрушалось неверие, сомнение, страх. Я поняла, что Бог меня любит такой, какая я есть, что Бог хочет меня исцелить. Именно меня. На одном из уроков апостол Владимир Мунтян молился за разрушение проклятий. Пусть разрушено будет проклятие. Пусть разрушено будет проклятие. Дух Святой на этом месте полностью освободить пленных. Плен сегодня разрушен. Темницы открыты. Рак – это темница. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, дух рака, убирайся вон. И у меня снутри вышел… У меня начался вначале такой крик снутри. Я кричала. И в один момент, как этот крик у меня вышел, и по всему телу пошло такое покалывание, такое онемение. И я в тот момент просто поняла, что я освободилась от рака. И Бог меня в тот момент исцелил. Прямо сейчас принимай полное исцеление. Начинай делать то, что ты не мог. Там, где был рак, надави туда. Нет боли! В тот момент я стала себя нащупывать, и у меня не было никакой опухоли, у меня не было никаких отеков. И в тот момент у меня такая пришла радость, такая свобода, что я исцелилась, что я освободилась. Это было такое счастье. Это просто не передать словами. По приезду домой у Ильнара прошло полное обследование, и анализы показали, что клеток рака не выявлено. И она полностью здорова. Я прошла обследование медицинское, и мне сказали, что у меня все хорошо, что у меня нет рака, что у меня все отлично. И в тот момент у меня было такое чувство, знаете, благодарения Богу, то, что это такая радость, такое ликование. Я просто благодарила Бога. Родовое проклятие рака, от которого умирали все женщины в семье Гульнары, было разрушено силой Святого Духа в колледже Гора Моисея. Сегодня Гульнара бесконечно счастлива и благодарна Богу за его любовь к ней. Она будет жить и возвещать славу Божью, уверена она. Я должна была умереть так же, как моя мама, моя бабушка, но Бог меня исцелил, Бог избавил меня. Он разрушил это родовое проклятие. Даже не могу объяснить это словами, то, что я испытала внутри. Любовь, его заботу, его теплоту. Это надо испытать словами. Какая бы ситуация в жизни у вас не была, какая бы болезнь вас не одолевала, Тух Святой может исцелить вас, Тух Святой может прикоснуться к вам. Просто надо Ему довериться. И Он сделает это, Он исцелит вас. И вы станете новым человеком, вы станете счастливым человеком и успешным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok